Внимание! Следующий сюжет на голодный желудок смотреть не рекомендуется. В минувшие выходные за кулинарный кубок Чувашской Республики боролись молодые повара. Пропустить такое вкусное событие наша съемочная группа не могла. Разделать, нашинковать, замариновать, пожарить, сервировать. На приготовление кулинарных шедевров дано всего лишь 90 минут. Раскаляются сковороды и дух соперничества. Кипят соусы и страсти. Это как раз тот случай, когда можно сказать, жаль, что телевидение не передает запахов. Сейчас здесь готовится блюдо национальной кухни. Это один из этапов республиканского кубка молодых поваров. Говорят, двум хозяйкам не ужиться на одной кухне. Здесь же локоть к локтю работают несколько команд. В каждой по три человека. И это не только представители Чуваши. Есть повара и кондитеры из соседней Марийской Республики и Пензенской области. В номинации «Национальный обед» каждая команда должна подать холодную или горячую закуску, горячее блюдо с гарниром и десерт. Огромный плюс, если участники сумеют обосновать свой выбор. Это древнерусское блюдо, оно значит национальное и пришло к нам с древних веков. Почему именно судак? Потому что раньше в России рыбная ловля хорошо была развита. И значит, все время был судак. А вот особенно приятное зрелище. Мужчина у плиты готовит мясо. Когда я был маленький, ну, любил готовить. И мне посоветовали друзья поступить в свой колледж. Вот я поступил. Кстати, начинается конкурс задолго до того, как жюри попробует приготовленное. Задача членов жюри заключается оценивать весь технологический процесс приготовления кулинарного блюда, включая соблюдение всех гигиенических нормативов, включая культуру приготовления, это культуру, хотите, представления, это культуру одежды. Неспроста одной из номинаций конкурса сделали национальный обед. Ведь в чувашской кухне есть что показать. По увлечению кухнями европейскими, в том числе суши, роллы, я считаю, что мы все-таки в республике должны пропагандировать свою кухню. Тем более, если есть что показать. Наверное, привыкли, что в чувашской кухне есть в основном мясные блюда. Но чувашская кухня, она очень разнообразная. Там очень много интересных десертов. Например, с облепихи, из рябины, есть муссы, есть желе. Показать действительно есть что, а главное есть те, кто все это готовит. И очень важно, чтобы эти таланты не уезжали работать в столицу или за пределы нашей страны. А радовали хорошей кухней жителей своих городов и регионов. На это и направлены усилия организаторов подобных фестивалей. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.